всем привет вы снова находитесь на канале о дачман и сегодня тема видео выпуска оплата коммунальных услуг аренда жилья в германии почему я решил затронуть эту тему потому что на фейсбуке кто-то разместил статистику по странам мира с оплатой арендного жилья с ценами полностью у кого выше у кого меньше у кого среднее и я заинтересовался этим вопросом потому что во первых статистику предоставляет какой-то российский сайт занимающийся якобы сбором данных статистических и выкладкой для всеобщего обозрения и мне конечно не понравилось потому что во первых некоторые моменты там вранье сплошное на этом сайте начнем с того что сайт говорит что оплата арендного жилья в германии обходится квартиросъемщику в среднем в двести семьдесят пять евро в месяц чушь собачья раз и навсегда а теперь я вам объясню попытаюсь объяснить почему я вот проявил такую реакцию к таким статистическим данным именно на этом сайте во первых арендное жилье в германии существуют различные категории различные правила в каждой земле все по-разному но в целом цены приблизительно одинаковы расхождение составляют крупные города такие как берлин мюнхен кольн франкфурт на майне в этих городах действительно арендное жилье в месяц стоит баснословных денег и по ценам сейчас я вам объясню вкратце расскажу что к чему так вот возьмем обычный среднестатистический немецкий город однокомнатная квартира обходится человеку в месяц как минимум 450 максимум 750 евро аренда жилья это квартплата полностью включающая в себя голую плату за квартиру плюс коммунальные услуги это у нас сюда входит вода электричество газ если у кого есть работа вот и хвост мастеров мусорная вот это вот который приезжает забирает мусор и так далее в эту сумму входит вот это вот все дополнительно к этому можно еще допустим подключить место для парковки машины или место в подземном гараже или отдельный гараж это дополнительная сумма но мы берем просто оплату квартиры это была однокомнатная квартира среднестатистическом городе в германии для одного человека если же у этого человека допустим есть пара или у этой пары вообще есть ребенок то есть получается у нас уже три человека оплата за квартиру повышается соответственно идем дальше у меня есть знакомый вот чтобы вы не думали что я несу всякую чепуху ловуду у меня есть знакомые они живут в пригороде у нас в городе квартиры стоят в месяц сумасшедших денег аренда жилья за городом цена немножечко ниже так вот у этих двух знакомых моих у них уже дети выросли они уже покинули и остались сами жить в трехэтажном доме есть такое понятие райанхаус в германии то есть построен длинный длинный дом состоящий из различных из отдельных квартир с входами но все это соединено вот как вот в один дом и он называется вот так как бы дом ну в ряд рядовой дом так вот у них квартира трехэтажная такая вот получилась квартира на первом этаже у них кухня кладовка гостиная на втором этаже у них ванна с туалетом спальня еще спальня потом на третьем этаже у них просто душевая с туалетом и еще одна комната за эту квартиру вот эти вот два человека платят в месяц 1300 евро они живут в пригороде если такая квартира четырехкомнатная она считается будет находиться в черте города то естественно цена на эту квартиру подымется еще евро на 200 на 300 где-то так это не придумки это реальная жизнь в этой германии это не статистические данные с русского сайта который непонятно откуда взял все вот эти вот свои коммунальные платежи и аренду жилья я даже приводить этот сайт здесь не собираюсь потому что я не хочу делать рекламу такому-то негативу который за счет вот этой рекламы получит еще больше пользователей еще больше гостей и будет нести дальше свою чушь которую им наплевать им честно наплевать поверят люди или не поверят главное что они написали так вот поэтому я взялся за эту тему чтобы немножечко внести ясность в этот квартирный скажем так вопрос а теперь идем дальше аренда двухкомнатной квартиры маленькое отступление в германии человек имеет право на если он одиночка на однокомнатную квартиру общей площадью 45 квадратных метров не меньше есть конечно меньше это называется уже или апартаменты или студийные и за них совершенно другие платы за студийную квартиру однокомнатную ты будешь платить в два раза больше чем за обычную квартиру за апартаменты будешь платить немножечко меньше потому что там кухонный уголок не кухня а именно кухонный уголок и там всякая другая ерунда которая нормальному человеку может не понравиться а какому-то студенту или одиночке по жизни вполне так вот человек если он один по закону имеет полное право на квартиру 45 квадратных метров если у этого человека есть пара квартира должна быть уже как минимум 60 квадратных метров могут пойти на уступки если квартира чуть чуть меньше на несколько метров если у этой пары есть ребенок то есть семья из трех человек квартира должна быть не менее 75 квадратных метров это такие законы в германии по всей территории германии независимо от земель независимо от городов так вот берем обычную двухкомнатную квартиру для двух человек 60 квадратных метров в черте города люди платят за эту квартиру от 800 до 900 евро разница лишь в том какого года постройка что за постройка какое отопление в этом доме район города тут может варьироваться цена буквально там 50 100 евро плюс минус и так далее ну и конечно же гараж или место парковку парковочное место для машины это входит тоже сюда в эту сумму поэтому как вы видите за двухкомнатную квартиру люди платят 700 800 иногда 900 евро за двухкомнатную квартиру и то что я сказал вначале вот этот русский сайт который собирает статистику по аренде и так далее пишет что в германии аренда жилья стоит 275 евро поймаете админа того сайта плюньте ему в лицо можете сделать это открыто потому что это галимое вранье идем дальше трехкомнатная квартира вот у меня здесь соседний дом сколько там 4 этажа 4 этажный дом там несколько подъездов и квартиры там стоят трехкомнатные квартиры стоят от 800 и выше то есть на четвертом этаже квартира стоит 800 на третьем этаже квартира стоит 850 на втором этаже квартира стоит 900 на первом этаже с маленькой такой террасочкой маленьким таким огородиком 9 квадратных метров квартира стоит примерно 1000 евро в месяц аренда жилья сюда входят эти коммунальные услуги и так далее и вот люди платят эти деньги потому что они живут в городе они привыкли жить в городе им не хочется уезжать куда-то в деревню как говорят жить на земле потому что в городе они имеют под рукой все магазины там предприятия различные развлечения там театры допустим дискотеки там концертные залы и так далее естественно город хочет иметь с этого деньги ну и зависит еще сумма вот высота вот этой арендной платы за квартиры от тех контор тех бюро которые предоставляют возможность снять квартиру есть тут такие понятия как социальное жилье приватное жилье то есть вы через какую-то контору снимаете квартиру но эту квартиру для этой конторы в сдачу аренды предоставил какой-то частник есть люди которые допустим напрямую сдают частники квартиры и есть вот как я сказал частник предоставляет свою квартиру какому-то бюро чтобы она занималась арендой жилья и всеми там возникающими вопросами в этой квартире уже напрямую потому что у этого бюро есть и хаус мастер есть и конторы которые занимаются допустим ремонтом квартир зелеными насаждениями вокруг тоже выгодный вариант и есть еще очень много различных контор допустим какое-то архитектурное бюро когда-то 30-40 лет назад было просто архитектурное бюро но за счет того что они строили недвижимость какие-то здания строили они создали свой капитал и на этот капитал они купили или построили несколько допустим домов с квартирами в этом городе и эти квартиры принадлежат этому архитектурному бюро или строительной фирме и эта строительная фирма предоставляет такую же возможность снять вот это вот жилье в аренду как и допустим социал но разница в ценовом отношении огромна если вы к примеру получаете социальную квартиру вот допустим на семью из четырех человек социальное жилье разрешается получать минимальной жилплощадью минимальной вернее общей площадью минимальной 85 квадратных метров семья из четырех человек квартира должна быть как минимум 85 квадратных метров до 100 это вполне допустимо это нормально и если вы получаете социальную квартиру в городе именно от социала арендная плата у вас получается грубо говоря 1 евро за квадратный метр то есть 850 сюда еще мы добавляем коммунальные платежи газ вода электроэнергия уборка территории перед домом зимой и летом вот эти вот озеленители мусорщики и так далее это все входит дополнительные суммы и в конечном итоге у вас месяц выходит примерно тысяча тысяча сто а теперь скажите мне где в германии можно снять квартиру за двести семьдесят пять евро покажите мне покажите может быть понравится нам такая квартира и мы туда переедем потому что найти трехкомнатную квартиру за такую сумму это невозможно это 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 все это как искать конец вселенной точно так же за такую же сумму вы никогда не найдете двухкомнатную полноценную квартиру вы никогда не найдете и вот именно касаясь тематики вот этих вот ценовых отношений в аренде жилья в германии меня иногда достают действительно вот такие вот высказывания разных менеджеров статистических контор находящихся на территории той же самой россии никогда не бывавших здесь в германии но слышавших от друзей своих друзей к у которых есть знакомые а знаю узнал тех знакомых родственники жили когда-то в германии потом переехали в парагвай или еще куда-то так вот у них была такая квартирная плата конкретно по факту если вы говорите допустим что аренда жилья в германии стоит двести семьдесят пять евро пожалуйста предоставьте сайт города на котором есть ссылка на фирму которая предоставляет аренду жилья по такой цене если вы не можете предоставить так и такие варианты для подтверждения своих слов тогда лучше не несите лабуду в интернете это вот касательно вот этих вот всяких стать статистических контор которые просто-напросто пытаются хайпануть подзаработать себе на непонятно чем лишь бы лишь бы только читали их материалы меня как-то один товарищ спросил а сколько ты платишь за квартиру я ему сказал а я плачу 900 евро хочу так много потому что у нас говорю во 1 подземное место это и подземный гараж в эту сумму у нас входит в эту сумму у нас входит уборка территории вокруг дома круглогодично что зимой что осенью и весной и летом все вот эти вот housemaster a сего такого озеленители в эту же сумму у нас входит отопление вода электричество все входит у нас в эту сумму а что дешевле не было было дешевле был но различные конторы каждый год поднимают свой потолок арендной платы выше и выше и выше и в конечном итоге когда допустим у человека находил он живет в двухкомнатной квартире когда-то он вселялся в двухкомнатной квартиры он платил за нее 400 евро это было скажем так начало двухтысячных годов за двухкомнатную квартиру то через 15 лет этот человек за эту же двухкомнатную квартиру вынужден уже платить 800 то есть в два раза поднялась арендная плата и люди ничего не могут с этим сделать потому что им жить где-то надо они привязаны к этой квартире из-за своей работы допустим они работают в городе вся инфраструктура находится рядом под руками тот же фитнес-центр театр все магазины кинотеатры и так далее все находится у них под рукой они вынуждены платить такую арендную плату за такую квартиру если к примеру дети выросли и разбежались кто куда кто где живет в другом месте в другом городе и так далее вы вдвоем остались со своей с мужем или женой одни и вы понимаете что к примеру платить тысячу евро за трехкомнатную или четырехкомнатную квартиру это в принципе возможно но вам такая огромная хата уже нафиг не нужно можно переехать опять таки зависит от ваших интересов от ваших притязаний на вот эту всю инфраструктуру которая находится в городе можно переехать в деревушку допустим в деревне можно за сумму от около тысячи евро снять хороший огромный дом с огромным двором жилплощадь только это в этом доме будет минимальная жилплощадь от 100 метров и выше и вы за тысячу евро снимите вот этот вот дом и будете жить в этом доме припеваючи минус такого вот жилья в деревне в том что не каждая деревня может похвастаться тем что у нее на территории есть хороший торговый центр или магазин то есть чтобы закупиться продуктами на неделю люди едут в город люди едут в ближайший какой-то там скажем так рай центр и закупаются там для этого нужно иметь машину машина тоже жрет деньги машина тоже хочет что-то есть или бензин или солярку на нее тоже нужно тратить средства и единственное что в этой деревне может быть это может быть или кондитерский цех где там всякая выпечка вздоба и так далее ну и каждой деревне действительно в каждой деревне есть своя мясная контора там есть мясник у которого есть свой магазин есть свой цех по забою вот этого зверя и там можно действительно хорошее мясо покупать плюс мясник сотрудничает с птицефабрикой или с колхозниками которые вот разводят птицу там же можно покупать вот эти вот свежие яйца там молоко и так далее все это может находиться в одном такой магазинчике в принципе принципе этого достаточно для нормальной жизни если вам нужны какие-то там изысканные блюда допустим вот эти вот таких ракушки и устрицы там или еще какая-то дребедень а да тогда есть в город или гуляйте в ресторан или покупаете в магазине там вот эту вот фигню привозите к себе домой и ешьте но но возвращаясь к теме вот это вот ценового соотношения по квартирам по оплате арендного жилья все-таки каждый выбирает сам для себя кому где больше нравится или нравится в городе или нравится в деревушке жить или в маленьком поселок городского типа есть такие понятия здесь тоже они называют себя mark то есть типа как базар но mark вот и если вдруг у вас у кого-то возникает желание а бросить все нафиг и свалить в германию потому что там квартиру можно снять всего-навсего за 275 ну 300 евро в месяц закатайте губы обратно ребята потому что за такую цену вы здесь не снимете даже угол в подвале не то что квартиру это касательно именно тематики по аренде жилья в германии и почему я эту тему затронул как я сказал в начале меня просто-напросто немножко выбило из колеи вот это вот статистика арендного жилья во всем мире и там на одном из мест стояла германия оплата арендного жилья в месяц 275 евро все это вранье цены я вам уже сказал не забудьте подписаться на этот канал поделиться видео с друзьями оставить свой лайк поделиться опытом в виде комментария ну и оставайтесь нам здорово всем удачи пока